Среди прочих вопросов есть вопросы риторические, то есть такие, ответ на которые заложен в нем заранее. Для чего люди создают сады? Вот такой риторический вопрос. И ответ заложен в нем самом. Сады создают для людей. Здравствуйте! Сады и люди. Тема сегодняшней программы «Наш сад». «Наш сад» – программа для тех, кто знает толк в садоводстве. Сегодня в нашем саду. Выставка «Цветы-2016» в Москве. Главное событие цветочной жизни года. Продолжаем поиски супер-помидора по всей стране. Такой вишни вы еще не видели. Вишня Бесея в новом свете. Фестиваль «Сады и люди». Ответ на риторический вопрос. В конце августа в зените лета на территории ВДНХ в Москве проходит, пожалуй, самая красивая выставка сезона – «Цветы». Десятки компаний из России и из-за рубежа собираются здесь для того, чтобы поделиться своими новинками, успехами и новыми идеями. Побывать на этой выставке все равно, что провести суперэкскурсию по лучшим садам мира. Наш сад не мог упустить такой возможности и не упустил. Поэтому прямо сейчас с удовольствием предлагаем вам свою видеоэкскурсию по выставке «Цветы-2016». Грандиозная экспозиция, насыщенная программа деловых мероприятий, шоу-показы от известных флористов. Создали атмосферу профессионального праздника и привлекли широкую аудиторию. На выставке в этом году побывало более 20 тысяч специалистов зеленой индустрии, в числе которых представители цветочного бизнеса, флористы, ландшафтные дизайнеры и архитекторы, эксперты, представители научных кругов и государственных структур. Выставка «Цветы» проходит в Москве в течение уже более 20 лет и зарекомендовала себя в качестве эффективной площадки для развития отрасли в России. Здесь рождаются новые тренды, демонстрируются современные технологии отечественного зеленого сектора. Выставка традиционно проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, правительства Москвы под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. «Цветы-2016» собрали более 250 экспонентов из 10 стран мира. На площади в 11 тысяч квадратных метров были представлены самые интересные коммерческие сорта – срезанных цветов, декоративные деревья и кустарники, аксессуары для флористики, товары для садового строительства и ландшафтного дизайна, тепличное оборудование, посадочные материалы, семена, а также удобрения для растений. Центральное место на выставке заняли стенды садовых центров и питомников из России. Настоящая садово-огородная ярмарка была развернута на стенде компании «Сидек». Изобилие урожая жюри выставки оценила главной наградой за экспозицию. Стенд российского лидера по производству посадочного материала для садоводов-любителей компании «Сады России» представил не плоды, а семена и саженцы для получения таких богатых урожаев. «Сады России» предлагает российским садоводам новейшие разработки отечественной селекции, проверенные в условиях российского климата. Неудивительно, что у этого стенда в течение всех дней работы выставки было особенно оживленно, а стенд садов России получил золотую медаль выставки «Цветы-2016». Традиционно широко на столичной площадке представлены и мировые лидеры цветочной индустрии. Из Германии, Франции и Дании одной из крупнейших иностранных экспозиций стал национальный стенд Республики Эквадор, который представил лучшие цветочные плантации страны и более 100 сортов роз. Среди ярких премьер этого года стабилизированные розы, сохраняющие первоначальный внешний вид и аромат в течение двух лет. Настоящим техническим чудом выставки «Цветы-2016» стал первый в мире мобильный топиарный робот от российского разработчика «Квантум Системс». Этот профессиональный садовник способен с математической точностью придавать растениям одинаковые формы любой сложности и обрабатывать большие территории, питомники, парки, сады. Чудеса природы и человеческого разума в сочетании дают прекрасные ландшафты и плоды, пищу для тела и для души и огромный заряд радости жизни. Интерес к таким событиям подтверждает, пока живо человечество, цветам всегда будет место в нашей цивилизации. Как вы сами можете убедиться, на выставке «Цветы» большое внимание уделяется не только цветам и садовому декору, но и плодам. Что неудивительно, ведь сентябрь – самый пик урожайного сезона. С азартом и пристрастием программа «Наш сад» продолжает болеть за малиновое чудо. Напоминаю, что так называется конкурс среди садоводов, объявленный компанией «Сады России». Мало того, что это уникальный конкурс, он вообще единственный в своем роде. В нем еще объявлены очень весомые премии. За самое лучшее малиновое чудо можно получить от 30 до 100 тысяч рублей. Прямо сейчас очередная заявка на победу. Мы живем в Орловской области, центральный регион. Погода неустойчивая по-разному. Вот предыдущие годы были очень засушливые, очень засушливые. Дождей было крайне мало. А в этом году, ну просто, одни сплошные дожди. Такого не было давно. Вот сколько я живу, я такого уже не помню. Садоводством я занимаюсь очень давно, потому что живем мы в сельской местности. И, естественно, с детства мы занимаемся всем этим огородничеством, садоводством. Так что сама жизнь, так сказать, делает это все. Так что садоводством мы занимаемся давно, практически с детства. Рассылали каталог по почте давно, очень давно. Каталог был еще маленький, черно-белый. Это было где-то, наверное, уже больше 10 лет. Я заказываю все. Мне очень удобно, когда все семена сразу приходят, чтобы я не ездила по магазину, ничего не искала. В этом году решила попробовать помидоры «Малиновое чудо». Привлек внешний вид, описание. Вот решила попробовать. И, честно говоря, ожидания вообще просто превзошли. Результат превзошел все мои ожидания. У меня замечательный результат. У меня такой красоты в теплице просто не было никогда. Это вот третья часть того, наверное, то, что осталось, или меньше. Потому что урожай был замечательный. Вот даже покажу куст, рекордсмен. Но он сейчас уже, конечно, без помидор. Но вот с этого куста, вот он, немножко наклонена, я с этого куста собрала ведро. Ведро, помидор. Это было просто вот загляденье. Такого урожая в теплице у меня просто не было никогда. Я сею не рассаду, я сею семена. После 20 марта. А рассаду высаживаю где-то в конце апреля. Вот. Ну, в этом году я чуть-чуть сдержалась, потому что у нас проблемы с теплицей были. Вот так получилось, что у нас была теплица деревянная. А этой зимой было очень много снега. Ее просто раздавило снегом. Нам пришлось ее менять. И вот так чуть-чуть опоздали. И вот я посадила обычно, позже обычного. Вот в этом году посадила позже обычного. Ну, я не думала, что не будет у меня такое урожая, конечно, из-за этого. Но урожай прекрасный. Полив. Регулярный полив. Сейчас поливаю уже, конечно, реже. Вот. А поначалу поливаю. Подкармливаю я только в стадии рассады. Уже взрослые кусты я не подкармливаю. И ничем не обрабатываю. Ну, вот у меня такая принципиальная позиция. Я не обрабатываю свои растения ничем. Никакой химии. Урожаем томатов малинового чуда я очень довольна. Просто очень. Такой красоты не было никогда. Малиновая серия очень вкусные помидоры. Особенно мне понравилась на вкус малиновый бизон и малиновый король. Про конкурс я узнала из каталога семена 2016 год. Я решила поучаствовать в конкурсе «Самый крупный помидор». Потому что помидор, который у меня вырос действительно малиновая сорта «Малиновая мечта», действительно был очень крупным. И вот мы его взвесили. У него вес килограмм сорок пять грамм. Это инициатива моей племянницы. Помидор был очень хороший, красивый, крупный. И она решила, почему бы нет. И вот, так сказать, это была ее инициатива. Но я не против. Результат этого года меня очень впечатлил. Поэтому на будущий год я планирую выписать все три серии помидоров «Малиновое чудо». Семена и саженцы от компании «Сады России» это новейшие сорта и шедевры мировой селекции в подлиннике. «Сады России» для тех, кто знает толп садоводствия. Более тысячи наименований растений, новых, лучших, редких сортов в любой уголок страны. Это «Сады России». Среди множества стендов на выставке в Москве каких только растений не увидишь. Красота необычайная. И хочется всю эту красоту увидеть в собственном саду. Между тем, даже самые обычные растения под волшебной кистью селекционера приобретают самые необычные свойства. И с одним из таких растений мы хотели бы вас сегодня познакомить. Такую вишню-бесею, я думаю, вы еще не видели. Микровишня низкая, песчаная, пришла к нам из Северной Америки. И еще ее второе название – это вишня-бесея, более знакома нашим садоводам. Она растет на песчаных почвах, на каменистых, выдерживает и кислые почвы от PH5,5 до 6,5. Она отличается высокой зимостойкостью и высокой засухоустойчивостью. У нас в культуру она начинает только входить, потому что в основном у нас селекция занималась вишнями обычными. Но когда пришел как камикос, и когда вишни обычные стали сильно поражаться, то селекционеры обратили внимание на бесею. Сейчас на Челябинском госсортоучастке в испытании находятся уже отборные, крупноплодные, урожайные, с хорошим вкусом гибридные формы. 8 – Свердловской селекционной станции, 12 – из Абакана. И в НПО «Сады России» совместно с сотрудниками сортоучастка выделено 32 отборных формы – крупноплодных, урожайных, с хорошим вкусом. Вишня песчаная не требует особой агротехники. В ее выращивании нет никакой сложности. Она произрастает кустом высотой до полтора метра. При посадке саженцев выкапывается яма 50 на 40. В землю, вынутую из ямы, нужно добавить ведро перегноя или компоста плюс 300 грамм суперфосфата, 100 грамм калийного удобрения и садить 1-2 летние саженцы с заглублением сантиметров на 5. После посадки требуется полив, 1-2 ведра, а дальше уже полив и подкормка по мере надобности. Но поскольку вишня песчаная, она засухоустойчива и в случае сильного переувлажнения может произойти подопревание, поэтому подзимний полив вишни песчаной не предусматривается и не проводится. Вишня бесея – очень урожайная культура. Начинает вступать в плодоношение со 2-3 года, то есть очень скороплодная. У нее цветы очень душистые, цветет она очень обильно, цветки сидячие, плодоножка короткая, от 2 до 9 цветков соцветий, поэтому вот она вся облеплена плодами, как облепиха. Когда вводят в культуру новую, то проводят предварительно оценки технологические на предмет того, куда она годится, то есть для какой переработки. Поэтому предварительно вот 2 года назад оценивали продукцию переработки. Это варенье, то есть стандартный набор варенья с косточкой, без косточки, сок, компот и вино. Вишня бесея, она отличается тем, что есть и самоплодные, а есть и не самоплодные формы. Поэтому для того, чтобы урожай был выше, надо садить не менее двух экземпляров в сад. Ну и мы советуем садоводам обратить внимание на эту культуру и начинать внедрять ее в свои сады. В этом году выставка цветы приобрела отличную пару. В это же время на территории ВДНХ проходит фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». Как вы правильно понимаете, наш сад не мог не отправиться туда за ответом на свой риторический вопрос. Новинки садовой моды или какие сады нужны людям? Мой сад называется «Сад воспоминания шалаш зеленой крыши». Это воспоминания о детстве. Лето, зной, заросли травы и уютное и укромное местечко, с которым связаны самые теплые воспоминания детства. Шалаш. Кто его не строил? Несколько старых досок. Удача, если найдется кусок фанеры или старая оконная рама. И вот получается такой высший архитектурный стиль в детском исполнении. Шалаш. Каким-то чудом он стоит долгие годы, радуя не одно поколение ребятни. Постепенно он зарастает мхом, травой, сорняками и растворяется в пейзаже сада. Там происходят самые важные, самые нужные разговоры в детстве. И это память на всю жизнь. Наша маленькая, маленькая родина каждого человека. Вот этими теплыми воспоминаниями детства и навеян наш сад. В основе нашего сада асиместричная беседка с такой стилизованной рамой и длинной накромной крышей. Как бы поросшим мхом, роль мха выполняют почвопокровные седумы и очки. Это экстенсивный тип озеленения крыши. Внизу 7 сантиметров земли и дальше идет подложка. Растение используется ну как бы немножко родом из детства. Я пыталась создать такой уголок из детства, заросли травы, поэтому это большое количество злаков разнообразных, разные сорта проса, малинии. Это, конечно, эхиноцея белая, которая немножко напоминает нам о ромашках, которые цветут на лугу. Это пасконники, кровохлебки. Такое луговое сообщество, которое я пыталась повторить, напомнив о детских своих воспоминаниях. Вы знаете, это удобно использовать, во-первых, в городских условиях. Очень часто... Вот у меня крыша наклонная 30 градусов уклон. Это стандартный уклон, при котором не нужно никаких специальных приспособлений для крепления земли и растений. Очень часто используется это покрытие на горизонтальных поверхностях. За городом и в таунхаусах это большие крыши второго этажа и третьего, по которым стелят газон. Правда, это уже интенсивный тип озеленения. Либо почвопокровные растения. Очень здорово. Вы выглядываете в окно своего таунхауса и видите не металлическую крышу, которая накаливается летом, так что от нее парит жаром, а вот такое уютное зеленое поле. В городских условиях это начинают использовать у нас жители самых высоких этажей, там где-то возможно сделать. Ну и, конечно, детские площадки, наши новые комплексы, новые, я имею в виду, новостройки, где делаются подземные гаражи и крыша гаража является таким, как бы, а-ля проезжей частью, цветником, детскими площадками. Это активно используется. Вы знаете, я отношусь к фестивалю и к нашим садам как к такому элементу немножко высокой моды. Да, наверное, не все вы перенесете полностью в сад. Да, мы используем загущенную посадку растений. Наверняка, сажая в саду все наши растения, вы будете сажать их с определенным шагом там 30, 20, 40 сантиметров. Но мы хотим показать так, как они будут выглядеть, когда разрастутся. Поэтому используем загущенную посадку. И мы делимся со своими идеями, которые, конечно, будем притворять в жизнь. Может быть, немножко в другом стиле. Но вот такой элемент высокой моды садовой высокой моды. Дорогие друзья, коллеги и любители садов и садоводства, окунитесь в наш мир ландшафтного дизайна. Он очень близок к каждому из вас. Все вы это любите. Все вы в этом живете. Вы живете в городах, которые озеленены нами. И мы стараемся и работаем для вас. Посмотрите на наш кусочек сердца и на кусочек нашей жизни. Посмотрите на то, чем мы дышим. Попробуйте побыть на нашей волне. Вся Россия наш сад, сказал Антон Павлович Чехов. В человеке заложено стремление к созданию гармоничной природной среды вокруг себя. А значит, страсть к выращиванию садов вечно, как сама жизнь. Красивых вам садов и замечательных урожаев в них. С вами был наш сад среди самых лучших цветов, садов и людей на ВДНХ в Москве. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин